Друзья, всем большой привет, с вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в редактор игры Call to Arms и добро пожаловать в Сирийскую Арабскую Республику, где танкисты сирийской армии 2Т72-чки решили устроить настоящую засаду на танковую колонну террористов, которая преимущественно состоит из танков Т-62. Привыкайте, у нас сегодня будет много слов. Т-62, Т-72, танков, да? Террористы, естественно, ни о чем не подозревают. В пустыне началась такая, знаете, пылевая буря и, конечно же, осложняет обзор и осложняет вообще понимание ситуации на поле боя. То, что здесь огромнейшее количество остовов сожженной техники. Когда-то, не знаю, год-два назад здесь были довольно жестокие кровопролитные бои. И теперь вот эти все сгоревшие стальные гиганты будут путать как сирийскую армию, так в том числе и террористов, потому что непонятно, танк там у нас живой, неживой, двигается, не двигается. Поэтому давайте мы с вами начнем. Ставки можете не делать, потому что, ну, зарисовка, скажу вам честно, она немножко, самую малость, не сбалансирована. Но, возможно, сирийцам сейчас что-то удастся сделать. Поэтому давайте мы начнем. Стоит понимать, что сейчас на стороне сирийской армии есть эффект неожиданности, ну и банальное технологическое превосходство, потому что Т-72, сами понимаете, гораздо лучше, чем Т-62. Так, террористы выезжают, понимают, что что-то здесь неладное, но, тем не менее, решают принять бой. А вот сирийцы допускают, на мой взгляд, очень серьезную ошибку. Они решают разделить свои силы и выкатить бортом Т-72 прям вот под противника. И это, конечно же, ну, ребята, неправильно, совершенно неправильно. Им моментально прилетает их попадание в Бортецкий. И очень неграмотно распределились своими силами, к сожалению, сирийцы, за что и поплатились. Вторая Т-72 сейчас действует более спокойно, более грамотно и взвешенно. Более, как вы знаете, опытный экипаж. Он никуда не торопится, он чисто спокойно сидит. Противник наверняка сам к тебе приедет, поэтому достаточно просто ожидать и расстреливать издалека. Но вот почему-то нет никакой реакции на вторую Т-62, которая подъезжает, только сейчас начинается движение. Ох, и это было очень вовремя, потому что прилетает турмалютка, не успели увернуться. И что, борт по-прежнему открыт. Есть попадание в Бортецкий, но танк... Танк... Ох, 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 ребятки, танк все-таки загорелся. И, конечно же, первый раунд тут остался, ребята, за террористами. Практически они не понесли потерь. Я вам могу сказать, тут у нас, видите, такой хитрый парень сидит. Давайте мы его возьмем и дадим все-таки возможность хоть как-то поменять ход боя, дружище. Давай мы с тобой возьмем С-4. Ну, просто немножко... А, да, взяли С-4, конечно же. И нас моментально расстреляли. В общем, да, первый раунд очень плохо отыграла сирийская армия по одной простой причине. Второй танк зачем-то решил выехать. Зачем-то он решил подставить бортом. Давайте представим себе другую ситуацию, что он у нас не будет двигаться. Как в таком случае заиграет... Заиграет вообще вот эта зарисовочка. Поэтому снова мы с вами начинаем. Напоминаю, что есть все-таки превосходство у сирийцев. Главное им вот не профукать его. Итак, по Т-62, к сожалению, промахивается. Тем временем террористы уже начинают свой танковое наступление. И вообще довольно оперативно они продвигаются вперед. И, конечно же, рельеф местности. Сгоревшая стола очень сильно мешает в том числе и попасть противнику. Банально линия огня у нас ограничена. Итак, снова есть попадание под Т-72. И просто что за опытный танкист у террористов. Потому что попадание было прям филигранное. И минус экипаж. Ну, вторая Т-72 пока что стоит. На нее, я тут смотрю, не особо-то выцеливается. Начинается у нас танковый дуэль. Минус Т-62. Есть подрыв, но танкисты до сих пор сидят внутри. Ох, офигеть. Да они даже могут продолжать бой, ребята. Это что-то невероятное. А здесь у нас с танком какая вообще ситуация? Давайте мы с вами посмотрим. Все, сломали орудие. Но после такого, я думаю, ребятки, понятное дело, что бой, скорее всего, не получится продолжить. Банально, потому что ты не успеешь отремонтироваться. Ну вот мы видим, да, что в такой ситуации искусственный интеллект, он немножко не справляется. Поэтому давайте мы с вами лично сядем внутрь этой Т-72, попробуем помочь, что ли, этим сирийцам, бедняжкам, которые никак не могут сообразить, что им делать. Поэтому мы отправляемся, врубаем вообще все, что только можно. И попробуем лично проконтролировать ситуацию. Поэтому окунулись внутрь Т-72 и выжидаем момент. Наша задача, ну что, это пользоваться рельефом, ждать, когда кто-то там подставится, вот как, допустим, вот этот танк, и спокойно, методично, не торопясь, дожидаться перезарядки, работать по прибывающим силам противника. Но мы видим, да, какой обзор получается сейчас здесь у танкистов, что действительно не всегда понятно, а по кому вообще стрелять? А кто для тебя представляет угрозу? Итак, здесь с Т-62, ей снесли башню, поэтому переживать не стоит, а вот этот кандидат тоже у нас попадает под обстрел, и, 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 но он, скорее всего, продолжит бой, потому что просто парень замедлился, да. Ох, доворачивает башню, и, к сожалению, в этой модификации не так хорошо слышны вот звуки, только когда ты непосредственно убираешь обзор. И я, конечно, поражен, насколько это, ну, атмосферная миссия, потому что здесь такая песчаная буря, непонятно, что происходит, песок, дым, взрывы, танки вражеские, это, конечно, очень круто, на мой взгляд. Дальше БМПшка у нас, ох, 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 подрывается по ней, тоже еще раз отработаем на всякий пожарный, и башня слетела с Т-62, но я не вижу, чтобы из БЭХи выходил экипаж, поэтому давайте контрольный мы с вами сделаем пробитие. И сейчас попробуем отправиться на пробирочку. Вдруг там остались еще Т-62-ки какие-нибудь непонятные, но пытаемся тщательно, внимательно посмотреть. Тут у нас парень такие, типа, я в домике, нас не видно, но, естественно, меня таким образом не обманешь, поэтому на самом деле сейчас наедем. И быстренько чекаем ситуацию, которая у нас здесь происходит. Да, тут у нас какие-то танкисты лежат, без проблем они остались. Далее, ну я не вижу, чтобы кто-то здесь еще мог оказать мне сопротивление. Но стоит понимать, что танков у террористов было довольно большое количество, и здесь, опа, а по-моему, по мне кто-то отработал. Непонятно, кстати, откуда. Это не вот этот случай, товарищ, давайте мы с вами посмотрим. Ну нет, он, понимаете, выглядит как будто вообще никакой угрозы не представляет, но черт его знает. Давайте перепроверим, просто контроль не дадим ему, от греха подальше. Далее, еще раз мы с вами проверяем, смотрим. Но нет, слушайтесь, вроде как всех поуничтожали. Давайте еще сейчас сюда мы с вами обратимся. Здесь танк у нас тоже уничтоженный, нет никаких эффективных движений, все спокойненько. Но, ребята, береженого бог бережет, поэтому давайте его ликвидируем. Ну что, я думаю, следует посмотреть на карту, а что у нас вообще получилось? А какие танки не уничтожены? Ну вот здесь у нас Т-72-очка живая осталась. Здесь это просто у нас грузовик снабжения. Ну и сзади две тачки снабжения, которые, по сути, не принимают участие в бою. Ну вот мы с вами и выяснили, что если пытаться грамотно как-то управлять Т-72, если не распыляться, если не разделять свои силы, то, в принципе, все может получиться. Можем даже, не знаю, еще раз посмотреть. Давайте попробуем выбрать себе такой более дерзкий вариант. Ну, как наши сирийцы изначально действовали. Прям попробуем выкатиться и устроить прям драйвовый танковый бой, там, не знаю, в стиле World of Tanks. Вот у нас выезжает Т-72, Т-62. Даем залп, отлично, минус нули. Главное сейчас прятаться за сгоревшими остомами и зайти во фланг противника, для того, чтобы он хотя бы начинал задумываться, что ему делать, куда ему вообще идти. Отлично, мы с вами выезжаем и... Опа! Бэха! Нам, ребята, чудом удалось избежать попадания Бдура-малютка, а он тут мог бы дело-дел, несмотря на то, что это очень старый Бдур. Далее, здесь машину тоже мы с вами ликвидируем и прямиком... Да ладно! Это что за дерьмо там было? Это по мне кто-то отработал, брат, не понимаю, кто суть. То есть вот этот Бдур... Работаем по нему и просто сваливаем отсюда, потому что у меня просто, ребятки, нету времени, чтобы с ним разбираться. Я вообще без понятия, что там с моим товарищем. Пытаемся поддержать его с тыла. Ахроматываем по башне Т-62 и куда делись вообще остальные танки. Ох-ох-ох-ох-ох. А и кто из них уничтожен? Кто из них не уничтожен? Вот этот парень живой, поэтому ему... Бартецкий мы с вами зарядили. И вот я вижу, что несколько танков сейчас у нас стоят снизу и прям... и прям на меня они нацелены. А что с моим товарищем? А с моим товарищем, по-моему, ситуация очень печальная. Да, как только я решил его оставить, ему снесли башню. И теперь я остаюсь, по сути, один на один с этими суровыми сирийскими парнями. И как бы мне на них выехать-то по-хорошему, чтобы первому не словить попадание. О-о-о-о! Мы видим, да, что очень дерзкие. Но можно попробовать, кстати, их развести, чтобы они по мне еще раз так отработали. Да там целых три танка. Охренеть! Как они так встали-то? Первый отработал, второй что у нас? Второй тоже отработал. Ну, конечно, по очереди их навряд ли не получится разбить, поэтому давайте рискнем. Спускаемся вниз. Отлично, минус первый танк. Давай-давай, сейчас ты сквозь своего будешь стрелять. И я сейчас аккуратненько буду прятаться за своим товарищем. Делаем второй фраг. Сейчас у нас остается только третий. У меня есть при... Опа! Да ладно! А это как так получилось? Интересно. Но мне сносят башни, поэтому, да, тут уже, ребятки, без вариантов. Мы слишком сильно перепонтовались. Далее, здесь у нас это Т-72, на удивление... Т-62, на удивление, тоже остался в живых. Вот в чем и задумка была этой карты, что... Ты можешь с легкостью вообще перепутать банально с другими танками. Ты никак не поймешь, там есть экипаж или нет экипажа. Надо прям бить конкретно, капитально и до победного, чтобы вот прям никаких телодвижений у нас не было. Ну что, давайте финалочку мы с вами попробуем посмотреть. Возможно, после того, как я показал сирийцам, как надо воевать, они мне уже покажут такую более грамотную игру. Давайте мы с вами понаблюдаем. Я сейчас не буду управлять, естественно, сирийскими танками. Но, блин, Gold Arms по сравнению с втул у врага, конечно, очень круто смотрится. Вот именно эффектами, именно качеством бронетехники. Прям очень-очень круто. Но нет, сирийцы решили пойти во все тяжкие. Прям выезжает вперед. Это, ну, братан, ты хотя бы встань, но не бортом, а прям вот лобовой своей броней встань. Тогда же будет гораздо проще воевать. Но нет, мы будем вот так вот пытаться разбить. Почему-то не ведет он ногой, но наконец-то есть попадание. Стреляет с пулемета. Сейчас Т-62, что она будет? Дорабатывает прям в бортецке или нет? Прям очень нагло движется вперед. Доворачивает корпус. И что? И что? И непонятно что. Как-то она слишком дерзко шла, но почему-то встала. Далее здесь Т-72 разбирается. Т-62, что она? Уже окончательно уничтожена? Нет, продолжает вести огонь. И как? И как там вообще? Попал ли он куда-нибудь? Или все-таки нормально все? По-моему, все-таки, по-моему, дуло сломано. Да. А вот у нас повреждено. Первая Т-72 оказалась уничтоженной. Уже, можно сказать. Вторая Т-72 потеряла просто гуслю. Пытается расстреливать сейчас машину снабжения. Но, блин, тут ситуация для них очень плохая. Потому что раз, два. Пока тут парня не уничтожат, в принципе, можно не переживать. Но ты обездвижен. И дела у тебя, конечно же, очень плохие. Ты не можешь видировать там танки, которые находятся. Зачем-то заряжается осколочно-фугасный снаряд. Вообще непонятно зачем. Плюс тут у нас еще есть БМП-1. А давайте посмотрим, сможет ли Малютка пробить вообще броню. У нас тут пока что Малютка уходит на перезарядку. Сейчас мы аккуратненько выйдем. И попробуем пострелять. Итак. О, тихо-тихо-тихо. Да. Пострелял диодант, называется. Т-72 просто с реакцией тигра. Очень четко отрабатывает. Но мы сейчас тоже еще один танк потеряем. Да? Мне кажется, этот парень что-то знает. И он нарочно так встал, что раненый зверь. Кажется, как будто вот все. Он уже практически убил, да? Но на самом деле это не так. Давайте мы с вами домовую завесу здесь оставим. На всякий пожарный случай. И прям в корму мы с вами отработаем. Все. Минус танк. Ну здесь, конечно же, практически без вариантов было. Но, тем не менее, нащелкали они огромное количество бронетехники. Ну а с вами был диодант. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.